Дорогие друзья, всем привет! С вами Анна, канал InDubai. Сегодня мы встретились с Екатериной. Буквально совсем случайно в одноклассниках я познакомилась с Екатериной. Оказалось, что она 10 лет уже живет в Дубае, и у нее своя собственная галерея, которая находится в моем очень любимом районе, Джумелла Лайкстауэрс. Сегодня я хочу Екатерине задать несколько вопросов, попросить рассказать про галерею, про какие события происходят в этой галереи. Ну и вообще, я думаю, задать те вопросы, которые обычно вас всех интересуют, и вы всегда пишите в своих комментариях эти вопросы. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, Анна! Спасибо, что пришли! Добрый день, Екатерина! Хотела бы узнать вообще, как так оказалось, что вы здесь, в Дубае? Вы знаете, случайно, очень. Я даже не выбирала страну, куда послали туда и приехала. Я работала в МИДе, и вот они выбрали. Была вакансия, и отказаться было, во-первых, ну а что отказываться? А Будаве хороший город, известный. И приехала в 2004 году. Шеф-протокол я была, и культурном этаже, этаже по образованию тоже. То есть посольство маленькое, поэтому каждый выполнял много функций. Вот у меня, на мой взгляд, очень интересная была работа. Я знаю, что вы открыли такую замечательную галерею. Хотелось бы узнать, как родилась идея создания этой галереи. Вы знаете, как раз всё началось с того, что в посольстве мне предложили сделать выставку Рины Мажави, которая вот висит, кстати говоря, сейчас тут и там, и везде теперь. Групповая выставка была, просто пригласили художников, в том числе из России, и мы с удовольствием её привезли в Шарджу. И после этого наша началась дружба, и она мне как-то однажды говорит в Москве, мы просто обе из Москвы. Она говорит, Кать, ты знаешь, после того... Выставка получилась, кстати, очень удачная. Шехиня купила у неё картины, она уехала довольная, счастливая. Говорит, Кать, давай-ка ты лучше когда-нибудь галерею открою, у тебя так хорошо получается. И эти слова настолько мне, наверное, глубоко вошли в меня, что даже порой неосознанно я к этому шла. И, в общем-то, пришла, правда, спустя уже сколько лет, но тем не менее всё равно раньше, чем даже я изначально думала. Здорово. А расскажите немножко про галерею, чем она занимается. Вы знаете, мы начали с того, что... То есть изначально я планировала привозить сюда в основном африканских художников, поскольку Art Dubai в 2013 году был посвящён как раз этой теме. И я посмотрела, какой интерес вызывает искусство Африки. И решила, что надо попробовать. И, в общем-то, договорилась с некоторыми художниками. Но поскольку у меня... В общем, я не могу ограничиваться каким-то одним континентом, просто потому что на других тоже происходит что-то очень красивое. И поэтому я решила разбавлять это другими художниками из других стран. Поэтому сейчас получилась довольно-таки такая смешанная аудитория. Но в основном всё равно получается это Африка, потому что у меня на следующий год, на 2014 год, тоже запланировано несколько художников уже есть договорённости. Как эксперт в области изобразительного искусства, Екатерина, расскажите, пожалуйста, правда ли Дубай — это город пляжного отдыха или только шоппинг, или всё-таки творчество, искусство каким-то образом здесь всё-таки проявляется? Вы знаете, я вам объясню, я тоже об этом раньше задумывалась, ну и до сих пор, конечно, вопрос стоит, очень актуальный вопрос. Искусство здесь есть. И как это ни удивительно, и журналы по искусству печатаются, и мероприятия, пожалуйста, вам «Ардубай», «Арт Абудаби» глобальные, и «Кристи» здесь находится. Ну всё, в общем-то, всё создано для того, чтобы, да. Но мне кажется, может быть, народ не приучен к этому. Если у нас довольно-таки, если мы говорим о России, в частности, довольно общий культурный багаж, и мы все ходим дружно на выставки, стоим в очередях с удовольствием, то здесь, конечно, такого нет. Здесь очень разношерстная публика, и интересы у неё тоже очень разные. Но искусство существует. Если только в одном у Дубая 76 галерей, если посмотреть на карту, которую печатает как раз-таки галерея Джамджар. То есть... Вы можете найти эту информацию где-то в интернете? Вы знаете, есть в интернете... Dubai Culture веб-сайт тоже очень актуален. Он постоянно пишет обновления, там происходят какие-где выставки. Art Map существует. Это целая книжечка, которая выходит два раза в год со всеми галереями. Это как, знаете, Yellow Pages, да, с жёлтой страницей. Вот то же самое, только к искусству относится. Поэтому, да, есть... И они, кстати говоря, есть во всех галереях. Мне кажется, почти во всех. И у нас в том числе. То есть, кому надо, пожалуйста, бесплатно, да, и взять эту карту и иметь перед собой. Онлайн они есть, artinthecity.com. Ну, я думаю, что мы дадим ссылочку на написание, и люди смогут... Конечно, да-да-да. И всё, что происходит в Дубае относительно культуры, именно там, искусства, культуры, да. Ну, вы выставляете разных художников. Если, допустим, с Россией или с других стран художники захотят у вас выставиться, как к тому можно к вам обратиться? Ну, вы знаете, в принципе, вот сейчас как раз начался тот период, когда художники меня находят. Если вначале я им писала и говорила, и описывала себя, не имея ещё ничего, потому что мне надо было уже планировать выставки, да, то сейчас, слава богу, они мне сами пишут, и порой бывают очень интересные находки и совпадения, я не знаю... Не бывает, конечно, в жизни совпадения, но тем не менее. Да, вы знаете, художники пишут, художники задают этот вопрос, и обычно я им отвечаю очень стандартно, присылайте своё CV, присылайте свои работы, я посмотрю. И если мне лично понравится, то, возможно, сотрудничество. Другое дело, что иногда формат немного не подходит. На современной галереи я, в принципе, довольно-таки открыта, то есть я не сужаю свой выбор к определённому жанру, да, чтобы охватить большую аудиторию, ну, действительно, людей, разные вкусы, интересы, но тем не менее, всё равно это должно мне в первую очередь нравиться, как я буду продавать работу, если, да, на душу они лежат. Поэтому, вот, и, конечно, планируется всё гораздо, ну, задолго до. Вот я вижу, что сегодня у нас собралось здесь очень много людей на выставке, и хотелось бы узнать, что сегодня за выставка такая, что за мероприятия? Сегодня у нас очень интересный художник, сирийский, который живёт уже давно в Эмиратах, и здесь он с новой коллекцией. Она ещё нигде до этого не выставлялась. Мистер Уай – это такой мистический человек, человек-загадка. И я бы не хотела сейчас раскрывать секреты художника, если у вас такая возможность есть, именно спросить у самого художника, что он расскажет об этом удивительном своём персонаже. У нас сегодня открытие выставки. Художник Басим Раэс из Сирии, который здесь уже давно живёт, вот создал такого героя интересного, о котором он сейчас расскажет нам. И в нашей галерее мы его представляем в течение шести недель до 11 марта. Добро пожаловать! Мистер Уай – это часть меня, он говорит о том, что я хочу, чтобы говорить. Этот персонаж я создал, и я поделал его рядом с ним, и я делал конверсацию с ним. Что я хочу, я спросил ему, и он ответил. Этот персонаж я начал с ним с ним около один год, чтобы создать этот персонаж. Он живёт, и он живёт, и он full of power. И он будет делать больше всего в жизни. И я начинаю сейчас. Может, иногда вы найдёте, что его характера меняет, потому что он хочет сказать что-то. В другой пейтинге ты скажешь что-то ещё. Этот персонаж возник даже как его подсознание. То есть это не было чем-то таким надуманным, а скорее спонтанным. И теперь этот персонаж является неотъемлемой частью жизни художника. Он с ним разговаривает, он с ним общается. И этот мистер Уай, он постоянно задаёт вопросы, он любопытный. Он живёт, в общем, он живёт своей жизнью теперь уже. И каждая картина как раз вот об этом рассказывает. И более личный вопрос, который интересен многим нашим зрителям. С какими трудностями вам пришлось столкнуться? Наверное, каких-то прям трудностей-то не было. Кризисные годы миновали меня, потому что я работала. Я всё это время, в общем-то, всегда работала. После посольства я ушла, просто на фирму стала переводить, ассистентом была. В финансовом отделе потом работала. И, в общем, все эти годы я была, когда был кризис, везде, слава богу, всё у нас было хорошо. А потом ушла в декрет. И благополучно, выйдя из него, вот арендовали мы такое помещение красивое. И, конечно, благодаря поддержке мужа я сейчас перед вами. И именно в этом месте. Дубай — прекрасный город. Екатерина, расскажите, как обычно вы проводите свободное время? Свободное время, вы знаете, оно есть. Я поэтому, знаете, очень-очень прошу людей приходить ко мне в галерею для того, чтобы у меня возникала хотя бы какая-то возможность общаться с людьми. Потому что сейчас у меня, конечно, очень его мало. К большому моему сожалению, потому что семья страдает, конечно. То есть, понятно, маленький ребёнок, второй на подходе. Но я надеюсь, что это только потому, что начало. То есть я должна установить какие-то связи, контакты определённые, чтобы всё пошло понакатанное. И тогда я смогу хотя бы больше часов времени уделять своей семье. И я очень люблю общаться с животными. Вот недавно я открыла в себе это. То есть за парк сходить, там просто полукат. Пожалуйста, вокруг лошадей покрутиться. И меня это заряжает энергией. А так семья на первом месте. Также хотелось бы узнать, как изменилась ваша жизнь, возможно, взгляды или какие-либо ценности после вашего переезда в Дубай. Вы знаете, жизнь, конечно, изменилась. Во-первых, я стала самостоятельной. Что, ну, естественно, там семья, там мам, папа, все заботятся. Кругом ничего не надо делать. А тут одна. Но я не думала, что я останусь. У меня не было цели приехать надолго. Да, в контракт два года. Ну, продлила бы, если бы захотела. Я не захотела. Там официальности так сложились. Личная жизнь изменилась. А потом семья, и все, и вы знаете, уже все поехало, закрутилось. И мы уже решили остаться, потому что мужу тоже свое дело. И я теперь, тем более, сейчас. А восприятие жизни изменилось. Но я не думаю, что связано именно с Дубаем. Скорее, просто я вышла на другой какой-то уровень. И внутренний в том числе. И, ну, наверное, да. И я очень довольна тем, что происходит сейчас в моей жизни. Какие преимущества жизни в Дубае вы видите? Возможно, стоит ли сюда переезжать или нет? Вы знаете, очень все зависит от человека, от того, что ему нужно. Конечно, я вот как раз тоже читала ваши комментарии, в смысле, смотрела ваши репортажи, читала комментарии. И очень разные, да, ведь такие полярные взгляды. Мне здесь очень нравится. И здесь комфортно. Но, опять же, здесь нужны деньги, конечно, чтобы жить. Нужна машина все время. То есть без машины жили никуда. Нужен определенный доход все время. И чтобы жилье было гарантировано, да, работа и все. А остальное, если есть все это, если вот эти вот составляющие на месте, то все остальное, по-моему, прекрасно. И даже свой бизнес можно организовать. Я вижу, как вам нравится создавать эту галерею. И хотела бы узнать, какие у вас в будущем планы, какие-то, может быть, новые идеи, новые интересные проекты. Вы знаете, мне хочется сделать галерею местом встреч ценителей искусства. И для этого, кстати, говорят, русский клуб недавно создал. А во-вторых, мне очень хочется, чтобы она окупалась, и не только окупалась. То есть, естественно, это же коммерческая галерея, да, мы продаем картины. Помимо всего того, что мы делаем дополнительно, у нас есть проект, такой довольно глобальный. Мы хотим открыть детдом в Сирии. У меня муж сириец, сын тоже. Поэтому у меня очень, знаете, такое особое отношение к этой стране. Сейчас, к сожалению, там не всё спокойно. И мы бы хотели открыть там детдом именно с художественным уклоном. Но для этого, естественно, нужны средства, да. И поэтому хочется, чтобы галерея заработала, чтобы студия, как у нас ещё фотостудия есть, чтобы фотостудия тоже как-то вот приносила, опять же, плоды, да. И тогда мы сможем уже какую-то определённую сумму откладывать именно в этот проект. И, кстати говоря, мы организуем много мероприятий, но мы всегда просим людей, то есть, информируем их о том, что у них есть возможность внести в свои пожертвования какой-то вклад. И это очень действует. Действительно, люди с удовольствием расстаются с деньгами. Вот как ни странно кажется. Может, кто-то из наших зрителей решит тоже какую-то часть суммы пожертвовать на создание детдома? Пожалуйста. С вами можно связаться? Вы знаете, пусть приходят в галерею, я всегда, в основном всегда тут. Ну, естественно, заранее лучше позвонить. Как человек с опытом жизни уже 10 лет в Дубае, дайте, пожалуйста, нашим зрителям ваши самые главные советы, особенно советы тем, кто едет в Дубай. Мне кажется, важно, чтобы люди не разочаровывались сразу, потому что обычная эйфория проходит через какое-то время, особенно если работа затягивает. Здесь, вы знаете, такой момент тоже принципиальный, на мой взгляд. Здесь рабочая неделя во многих компаниях, в том числе в нашей галерее, это 6 дней. То есть выходной один день в пятницу. И это не везде. У нас, например, плавающий выходной. И это нашим соотечественникам, мне кажется, очень сложно понять. Мне было даже трудно перестроиться, потому что я всегда работала... В офисах, конечно, есть 5 дней работают люди. И я все время здесь работала 5 дней. И всегда 2 дня подряд, то есть абсолютно. Но другое дело, это моя галерея, да, мой бизнес. И я заинтересована в том, что все работало, чтобы все было. И я открывала дверь с утра, сама закрывала вечером. Поэтому для меня это не проблема работать 6 дней в неделю. А для многих это действительно такой фактор. А эйфория действительно проходит, потому что глянцевые журналы и прочие чистые машины, которые на меня вообще не зладимые впечатления произвели. Первый момент, когда я приземлилась в аэропорту, увидела белые машины. Боже мой, после Москвы это был апрель месяц, да, представляете, такая сырость. И вообще тут чистота, и все в белом, ну, черно-белое, да, вот это вот контраст. И людям это нравится, но когда они начинают жить, они сталкиваются с какими-то трудностями, которые, в общем-то, преодолимы. Здесь ничего такого прям, не знаю, суперсложного нету, все довольно-таки понятно. Опять же, благодаря вашим репортажам все можно абсолютно самому сделать. Но вот этот момент тоже надо пережить, когда вот кризис такой наступает, там, через полгода, через год, когда, ну, что-то не то. Мне кажется, как в любой стране, это абсолютно нормально. Я знаю, что вы являетесь создателем русского клуба. Это новый проект, хотелось бы узнать о нем немножечко подробнее. Клуб, я недавно создала его, потому что, наконец, как-то, ну, то есть я все чем-то занимала, занималась, а тут решила остановиться, сидела вот одна и думаю, так, нужно как-то по-другому двигаться. И иногда возникает очень такое желание общаться с единомышленниками, которых, ну, не знаешь, где найти даже, вот если так, не все мои подруги интересуются искусством, а кто интересуется, но, опять же, это с одним и тем же человеком говорить об одном и том же, да, а тут, если, я подумала, если соберется какой-то клуб какой-то, да, сколько-то уже членов будет, и можно будет как-то вот не только обсуждать проблемы и вообще какие-то сюжеты, но и делать презентации какие-то, каждый может что-то внести. И я очень надеюсь сама для себя открыть очень много интересного, потому что до сих пор я, в общем-то, вот в истории искусства я изучала, но, например, архитектура там была очень такая поверхностная, я бы хотела побольше об этом узнать, там, литература вообще с университета только, да, в общем, хочется об этом быть. Моя мама здесь гостила, ей было очень скучно, я подумала, вот бы хорошо, если бы она бы поприсутствовала на встречах клуба, то есть вот все это так вот в кучу собралось, и я подумала, ведь есть же место, 100 квадратных метров, пожалуйста, стульчики поставим, чайник тоже, можно попить чай, кофе и просто мило общаться. У нас есть оборудование, проекты, whiteboard, flipchart, любая презентация может с удовольствием, то есть хорошо пройти довольно-таки. А какие мероприятия проходят еще в вашей галерее? Понимаете, я хочу, чтобы люди ко мне приходили, то есть и собирались, и место было такое, знаете, шумное. Мы только открылись, поэтому не могу сказать, что у нас толпы народу, но тем не менее с каждой новой выставкой удивительный просто такой прогресс, я вижу, что люди наконец узнают, люди пишут, люди звонят, спрашивают, где мы находимся, поэтому я тенденцию положительную, очень-очень понарастающе все идет. Но другое дело, хочется, чтобы было еще больше, знаете, как вот, знаете, еще и побольше, побольше. Вот это как раз делиться, да, понимаете, чтобы просто делиться, потому что даже не все люди, которые приходят, они хотят общаться. Знаете, я всегда выхожу сама, я всегда пытаюсь проинформировать людей, что висит, и не только висит, у меня еще стоит что-то где-то. Я, если есть интерес, я всегда показываю. Вы знаете, ну я изначально планировала много всего, и у нас уже была лекция по русскому искусству, Ирина Мажаева, которая выставлялась у нас вторая, читала лекцию, она была двуязычная, поэтому была возможность людей послушать и на русском, и на английском языке. У нас была лекция, даже такая беседа, я бы сказала, совместно, организованная совместно с Future Kids, это такой образовательный центр для детей. Для мам, для беременных дам, о том, насколько важную роль играет раннее развитие в формировании способностей интеллекта ребенка. Как раз специалисты этого центра приходили и рассказывали, в общем, благополучно мы с ними сотрудничаем, и мы к ним тоже ходим. В общем, у нас такое, да. Сейчас планируется, ну, во-первых, встреча клуба, как я уже говорила, и концерты. У нас будут концерты, сейчас мы как раз обсуждаем с архколами, с одной школой в Абудабе, там и дети, и не дети, и взрослые тоже. Классическая музыка, инструменты. Поэтому планируется что-то много, я с удовольствием предлагаю галерею в аренду, кстати говоря, если кому интересно, пожалуйста. И эти деньги идут на, ну, скажем, либо целиком, либо частично, идут вот в счет нашего фонда. Так что много всего. То есть есть мероприятия, которые мы организуем, есть, которые... А для детей что-то вы, да? Вы знаете, да, мы для детей сейчас планируем, я буду читать лекции на английском языке по истории искусства. Для детей 4, ой, извините, 6, 11 лет, вот в этом промежутке. И как только наберется группа, я с удовольствием начну. Программа интересная, это абсолютно не скучная лекция, как это кажется в нашем понятии, потому что дети просто не в состоянии воспринять. Это будет очень интерактивно в виде рассказов, в виде театральных каких-то постановок. Не знаю, там рисование какое-то будет вовлечено еще. И вот таким образом, надеюсь, привить... Как можно записаться в эту группу? Ой, пожалуйста, пишите мне все. Просто записаться? Да, 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 конечно. Просто нужно понять, какой возраст у детей, чтобы я смогла, либо если одна будет группа, если возраст был примерно одинаковый, то я одну сделаю группу, а если нет, то можно разбить. Занятия будут регулярные, наверное, раз в две недели, я так думаю. Они бесплатные, кстати говоря, поэтому опять же никаких обязательств. Не понравится, не понравится, не понравится. А на английском, а на русском будут? Вы знаете, пока я планирую только на английском, по той простой причине, что я сама изучала искусство в Осворде, истории искусств, и все обучение было на английском. Поэтому очень сложно мне... Это нужно заново, в общем-то, читать все те же книги, чтобы узнать эти термины на русском языке. Название художников даже на русском языке я не всех... Ну, то есть они не соответствуют тому, как говорят по-английски, да? Вот. Но в принципе, почему нет? На этом наша встреча, интересная такая встреча, подошла к концу. Спасибо огромное, Екатерина. Спасибо. Очень много, я думаю, мы узнали. Очень интересно и бурно. И Дубай, он действительно очень разнообразный город. Здесь есть куда сходить ценителям искусства. Например, также можно прийти в галерею. Также есть возможности для детей, как мы уже услышали. Все ссылки и полезные контакты, Екатерина, мы дадим в описании к этому видео. Вы можете зайти в описании, обязательно раскройте и свяжитесь с Екатериной, если что-то вам интересное будет. На этом все. С вами была Анна, Екатерина, канал InDubai. Обязательно подпишитесь. Ждем ваших комментариев и, конечно, лайков, если вам понравилось это видео.